Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова — Напомню сразу, что ведущий программы традиционно Олег Прохоренко. Олег, добрый день. — Добрый день. И Николай Голиков нетрадиционно сегодня? — Нетрадиционно. А потом Светлана отбыла за границей нашего государства деловую миссию в страну Финляндию. Но я постараюсь эфир не испортить. Тему сразу я назову. Тему я назову. Это тема так сформулирована. «Рост с препятствиями. Надзор, схемы размещения, конкуренция и другие преграды на пути Вятского хорека». Для тех, кто не знает термин, объясню проще. Индустрия гостеприимства. Так, наверное, понятнее, хотя Олег говорит, что так длиннее. Не уверен. Главное, чтобы было понятнее. — Ну и лайнер. — Да, ну, наверное, да. Помогает нам нашу программу, как всегда, наш... Как ты сказал слово хорошее? — Спонсор здорового питания. — Спонсор здорового питания, да, за Влад Сильмаш. Без него этой программы просто бы не было. Ну и, наверное, надо сразу назвать людей, которые пришли к нам, чтобы обсудить горячую тему. — У нас в гостях уполномоченный по защите прав предпринимателей в Кировской области Владислав Попов. — Добрый день. — Добрый день, Владислав Ильич. — Председатель комитета по ресторанному бизнесу и общепиту Кировского отделения опоры России, а также общественный уполномоченный по защите прав предпринимателей в сфере торговли и общепита Татьяна Кайгородцева. — Здравствуйте. — Добрый день. — И Пётр Кочетков, коммерческий 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 директор торговой марки серии «Поели». — Добрый день, Пётр. — Добрый день, коллеги. Добрый день, радиослушатели. — И присоединится к нам во второй половине Семён Кытманов, владелец сети пекарни «Домашняя». Но пока мы его ждём. — Ждём, конечно. Надеемся, что он всё-таки нас не подведёт и придёт. Ну, собственно, что нужно сделать? — Ролик и не должно быть? — Ролик должен быть у нас. — Окей. — Нет, значит, нет. — Тогда поехали. Вчера состоялась... Ну, я просто маленький инсайт, да, вчера я побывал, специально сходил, послушал. Мне очень понравилась форсайт-сессия как раз представителей этой сферы бизнеса, сферы... Ну, преимущественно рестораторы, ательеров там не было. Рестораторы, владельцы кафеин, вернее, кафе и сетей общественного питания в городе Кирове. И разговор получился, ну, местами острый, местами там даже с переходом на личности, но как бы то ни было, я думаю, что без этого просто разговора бы не получилось. И многие, ну, некоторые признавались, что вот как раз в таком формате они готовы общаться и пришли именно на эту встречу, потому что видят в ней какую-то потенциальную отдачу на будущее. — Практический смысл, по большому счету. — Форсайт от круглого стола, в общем, и отличается тем, что это взгляд в будущее. А какие цели, идеи преследовали проведением такого мероприятия? — Дуровянское слово, но назовём это мероприятие, форсайт-сессию. А организаторы я бы хотел послушать Владислава, наверное, для начала. — У этого мероприятия было несколько основных организаторов. Это как раз пример того, как при рассмотрении серьёзной темы должны объединяться основные участники. Как вы видите, данное мероприятие, во-первых, оно носит название действительно «Некруглый стол», то есть не просто площадка для какого-то диалога, там, чаепития, так можно сказать. — Ну, как говорят, сели, посидели, поговорили, разошлись. — Это именно форсайт. У меня есть достаточно большой опыт именно в участии в подобных мероприятиях. Да, такое, может быть, нам не совсем знакомое слово «форсайт», что такое, с чем и видят. — Нет, на самом деле, это взгляд в будущее. — Добавлю, что форсайт-сессии были в Кирове, и инициатором их был Владимир Сизов. Но они, понятно, были не на бизнес, а на в целом развитие будущей. — Именно такая футурология была некоторая. — То есть футурология была, разговор о будущем нашего города. — Сказочники собрались. Мы постарались что сделать? Если посмотрим вообще в целом на тенденцию развития предпринимательства, то я предлагаю всем, в том числе нашим чиновникам, работать так называемым квадратным ездовым методом. То есть территория, отрасль. Чтобы максимально сегментировать каждый кусочек этого большого емкого сегмента, то, что мы называем МСП, малое и среднее предпринимательство, сегодня, не сегодня, извиняюсь, вчера, мы как раз осмотрели один из таких квадратиков с привязкой конкретной территории, крупнейшей нашей территории, крупнейшей точки развития предпринимательства, город Киров, и сегмент холика, индустрия гостеприимства. Мы взяли, грубо скажем, половину этого сегмента, сферу общественного питания. И кто участники были? Все наши основные деловые объединения. То есть были представители и деловой России, и опоры России, торгово-промышленной палаты, ассоцией, рестораторов, городской центр, как сейчас называется, был центр инноваций, инвестиций. Ну, естественно, был центр инноваций, потому что там очень большой был спектр наших вопросов. Даже учебное заведение было. Да, 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 и присутствовал техникум, который готовит специалистов. Причем, насколько я понимаю, у нас чуть ли не единственное предприятие в области, которое готовит специалистов для данной отрасли. Ну, есть еще ВИАДГУ, соответствующий факультет. Да, но там, конечно, готовят уже не специалистов-поваров, а готовят... Да, 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 там уже там руководителей, скажем так. Да, руководителей. Ну, я думаю, что об этом Петр дальше скажет уже, как непосредственный участник данного бизнеса. То есть вот мы собрались со всех крупнейших деловых объединений данную проблематику. Информации поняли, что формат круглослава нам не очень подходит. То есть нам нужно именно, обсуждая каждый блок вот этого сегмента, нужно постоянно делать какие-то рэперные точки, грубо говоря, на месяц вперед, на квартал вперед, на год вперед. Тогда прерву на секунду, а зачем это надо? Ну, то есть, ну, да, посидели, обсудили, все равно каждый развивается самостоятельно. Зачем нужно такое объединение и взгляд в будущее совместно? У нас впереди будет два часа. Я думаю, что мы как раз сегодня вот эти основные рэперные точки, того, что мы вчера выявили, обсудим. Но самое главное, что участники сказали первое. Когда собрались, мы же все равно собирались, смотря друг другу в глаза, и люди действительно потенциально, это, как там сказал один из участников, там, как к вам обращаться, конкуренты, вот так улыбаясь сказал, коллеги. И причем, заметьте, что когда мы рассматривали блок конкуренции, ну, я думаю, что я постоянно спойлерю немножко об этом все-таки, надо больше сказать, Петр, выяснилась интересная тематика. Я так немножко, кажется, раскрою. Мы поняли по тем общения, что сегмент-то у нас ненасыщен, и поэтому важность обсуждения данного сегмента еще и потому, что нам необходимо реализовывать нацпроект развития предпринимательства. И мы поняли, что именно в этом сегменте, на этой территории, у нас есть возможности для развития. Что мы наметили в ходе этого форсайд-сессии? В том числе в плане конкуренции вы имеете в виду? Конечно. То есть мы, ну, я маленько раскрываю карты, но я еще раз переспрашивал участников, и они все-таки сознались в том, а для этого и есть у нас форсайд-сессия, что есть возможности для насыщения этого рынка участниками. Но подчеркиваю, наша задача, чтобы этот рынок насыщался не иногородними представителями, а нашими. Именно данный сегмент чем и интересен, что он позволяет нашим кировским предпринимателям, кировским специалистам достаточно легко войти в этот рынок как с точки зрения руководителя этого бизнеса, так и с точки зрения рабочих мест. Но для этого необходимо создавать условия. Так вот, ну, опять-таки, вы дали мне слово первое. И, наверное, я обеспечу как раз тот самый главный аспект, то есть задача омбудсмена, как вот я и говорил на этой форсайд-сессии, это отслеживание тех условий бизнеса, в которых бизнес работает, то есть чтобы было НПА. И мы изначально изучили мировую практику и общероссийскую практику. Хорика, индустрия гостеприимства. У нас даже нет какого-то единого понимания, единого свода нормативных документов, которые регулируют данную отрасль. Есть отдельные акты для ательеров, для общепита, есть множество требований контроля надзорной деятельности, но нет. 8 тысяч, по-моему, прозвучало, да, разных, или 30 тысяч? Я называл в целом 3 миллиона в целом, я называл другую цифру. Я называл такую цифру, что, например, если взять в целом по стране, в целом, то у нас деятельность данного сегмента, причем даже возьмем не всю Хорика в целом, мы возьмем только сегмент общественного питания, регулироваться как минимум 17 контрольно-надзорными организациями. Только организации 17, у каждой еще сколько актов? Да, да, как минимум несколько тысяч контрольно-надзорных требований к данному сегменту. Ну, тут мы все знаем, что ключевой игрок, который контролирует данный сегмент, это Роспотребнадзор. Я на этой ноте хочу прервать Владислава, потому что здесь есть одна очень важная мысль, которая тоже вчера прозвучала, и Татьяна как раз ее озвучила. Каким образом предпринимателям, которые работают в этой сфере, можно защитить себя? Татьяна, вам слово. От излишней опеки контрольно-надзорных органов. Ну, когда нам поступают жалобы от предпринимателей о проведении проверок, иногда проверки приходят в течение месяца 2-3 организации, мы каким образом действуем? Мы можем выехать к контролирующему органу, к начальнику отдела этого проверяющего органа, и проводим сначала, ну, такие, как сказать, разъяснительные беседы. Мы смотрим предмет проверки, и я вот объясняю, что вот если у вас есть предмет проверки, например, у Россельхознадзора проверка свинины, то вы, пожалуйста, приходите на предприятие и проверяйте только свинину. Чтобы не было такого, что инспектор приходит и по жалобам предприниматели проверяют, кроме свинины, еще рыбу, яйцо и так далее, там, вплоть до пятен на потолке, то... Ну, с целью что-нибудь донайти, короче, чтобы не пропустить. Да, то вы, пожалуйста, вот смотрите на предмет проверки в первую очередь. В большинстве случаев нам приходят... У нас получается договариваться в том плане, что, ну, не нужно... Договариваться не в смысле разносить... Нет, нет, в смысле объяснять, объяснять проверяющему органу, что мы также точно отчитываемся с Владиславом Милеевичем в конце года по поводу проверок и давления на бизнес, и мы выявляем именно те органы, которые именно самое большое давление ведется на бизнес, да, и мы это дальше в отчет формируем. Поэтому, ну, никто, наверное, не хочет быть там в первых рядах орган, который влияет так на бизнес. Поэтому лучше, ну, конечно, лучше, чтобы подходили к таким мероприятиям, ну, сначала предупредительные меры. Всегда можно воспользоваться сначала предупреждением. Вы видите предприятие хорошо, у них там есть какие-то нарушения, выставите пока предупреждение. Первое предупреждение, мы имеем право на это. И срок на выполнение... Срок на выполнение предприятия, да. Срок на выполнение, да, на выполнение. Потому что, действительно, контролирующих органов очень много, и хотелось бы, чтобы они более лояльно к бизнесу относились. И все-таки к такому именно бизнесу, который работает у нас здесь, в Кировской области, именно, да, из Кировской области, и создает дополнительные рабочие места. И так очень сильная нагрузка на бизнес со стороны налоговой, со стороны остальных везде выплат. И поэтому, ну, хотелось так, чтобы более лояльно относились вот по поводу этих проверок. Вообще, я неоднократно слышал идею о том, что KPI чиновников федеральных, сотрудников контрольно-надзорных органов состоял в том числе из развития этого бизнеса, который они там... Контролируют. Да, чем лучше он развивается, чем быстрее, тем... Чем эффективнее это работает. Чем эффективнее, чтобы это хотя бы где-то пунктиком было, а не только количество проверок. У нас, как обычно, наоборот, как раз, да именно количество наказаний и штрафов. К сожалению, у них тоже, вот вы говорите, у вас свои отчеты, у них свои отчеты. Вы отчитываетесь о том, что вот эта организация, условно говоря, душит бизнес. Они отчитываются в том, что они активно работают, проводят множество проверок, находят много... Татьяна, а примеры? Есть обращений предпринимателей и реальной помощи им в проверках, чтобы можно было штрафов избежать, действительно, выведя просто на устранение... Олег, я попрошу секундочку, у нас 40 секунд перерыв просто по регламенту, а потом мы продолжим этот разговор. Да, напомню, что мы разговариваем о развитии Хорика, смотрим будущее Хорика, это индустрия гостеприимства. В городе Кирове, да, именно как раз. В городе Кирове. Татьяна Кайгородцева рассказывала о том, каким образом предпринимателям можно, ну, не бороться, да, но избегать излишней опеки контрольно-надзорных органов. И я попросил ее привести пару примеров, где реально эта помощь, с ее стороны, как общественного полномоченного по защите прав предпринимателей в этой сфере была оказана. Да, у нас обращалось несколько раз предприятие, достаточно ресторан известный. По поводу вот, да, несколько проверок за, там, два-три месяца пришло там две-три организации. И мы стали выяснять, с какой же целью они приходят, и предмет проверки выезжала по проверяющим органам. Ну, проверка прошла, потом успешно, нормально прошла. Просто мы оговаривали так, что вот, вы знаете, у нас уже несколько обращений на ваш проверяющий орган, что вы недавно были, тут 100 тысяч штраф был, но предприниматель не обратился по каким-то причинам. Сейчас вы опять идете, уже другие предприниматели просто боятся, что вы там будете искать. Поэтому, но зачастую я хочу сказать, что начальники отдела, они не контролируют, не в курсе бывает иногда, что делает инспектор при проверке. Поэтому моя просьба была такая, чтобы они проконсультировали инспекторов, что все-таки, если есть предмет проверки, вы, пожалуйста, на него обращайте внимание и проверяйте только в том ключе, где предмет проверки. Иначе мы будем обращаться тоже в суд. Следующий момент. Мы имеем право участвовать в проверках. Я к независимому лицу могу участвовать. У меня есть доверенность от уполномоченного. Я могу участвовать именно в ходе проведения проверки. И еще мы можем консультировать перед проверкой. То есть тоже мы оказывали консультации некоторых моментов. можем прямо работать, сказать, как горячая линия. Вот предприниматель позвонил, быстренько спросил что-то. Вы не боитесь, что вас завалят вот этой общественной нагрузкой? Ну, есть, конечно, есть, конечно. Детский мир тоже нужно кому-то опекать. Общественная нагрузка, конечно, есть. Но, видите, у меня в ходе моей деятельности, у меня опыт очень большой. Я проведение проверок всех прошла, всех уровней, и плановых, и в нем плановых. Я прекрасно знаю, как они нам поступают, и как инспектор идет. Поэтому на какие-то вопросы очень быстро. Иногда предпринимателю надо прямо получить сейчас ответ. И ему некогда бегать и куда-то обращаться, звонить туда-сюда. Поэтому мы очень быстро можем ответить. И выехать, могу выслать какие-то определенные документы, которые необходимы, там стандарты должностные, ну, еще что-то, что необходимо. Мне кажется, надо готовить каких-то помощников себе тоже. Людей опытных, Надо, наверное, готовить какую-то отдельную организацию еще. Есть же экологические, добровольные, дружины, да, добровольные, да, инспекторы, дружинические. Точно так же нужно, потому что вы... ...вчастие в проверках. ...все проверки вы охватить не можете. У меня еще вопрос такой. У нас для этого есть как раз деловые объединения. Погромче микрофона. Мне кажется, что не очень слышно. Дело было очень хорошее, его слышно хорошо. Мы как раз сейчас и касаемся той темы, для чего у нас существуют деловые и отраслевые объединения. Не только для того, чтобы получить членские взносы. Как раз их задача, как раз вот именно аккумуляция и экстраполяция опыта. То есть собрали опыт на основании предыдущих. Да, объясняю, перевожу, так скажем, с официального на обычный, что прошел отчетный период. Надо проанализировать опыт. Вот о чем мы на сегодня договорились с контрольно-надзорными организациями. По итогам каждого отчетного периода они проводят публичное обсуждение, публичное слушание. Право применительной практики. Да, совершенно верно. Так вот, там они дают общую картину. Вот у нас столько, это была статистика, было, стало, больше, меньше. Да, это формат, который спущен сверху. Они вот в рамках этих, вот этого формата отчитываются. Но они имеют право, они имеют право раскрывать по запросам более глубоко информацию. Какие выявлены нарушения? Какие за это были штрафные санкции? Таким образом, вплоть даже до конкретных организаций. Но они говорят, это не наша задача, вот заниматься этой профилактикой. Но мы такую информацию можем дать. Поэтому сейчас наша задача, вот этот опыт собирать, изучать, а дальше направлять в деловые объединения, чтобы они занимались профилактикой, вот, и эту задачу мы на себя взяли, надеюсь, что вот, когда мы еще раз эту тематику будем обсуждать, а мы договорились, что сегмент хворейка будем, ну, я не знаю, хотя бы раз в год будем собираться, вот, этим же составом, который у нас был, либо, надеюсь, расширенным составом, и будем как раз вот этот опыт рассматривать, чтобы люди были, ну, предупрежден, значит, мне бы хотелось услышать оценку Петра, вот как раз, насколько полезна такая деятельность по накоплению опыта, участию общественных наблюдателей, экспертов в проверках. Вы готовы тоже пользоваться услугами Татьяны, или вы достаточно сильны в этом сами? Я сегодня представляю здесь достаточно большой сегмент нашего рынка. Это рестораны, столовые, кафе. Поэтому постараюсь, говорить не только от себя, да, от нашей, наверное, отрасли. Вопросов вы задали сейчас несколько, давайте я немножко структурирую и чуть-чуть привлеку внимание к тому, чем мы занимаемся. Вот смотрите, во-первых, мы вчера говорили, мы вчера познакомились, убедились, наверное, вот в первый раз с таким составом, хотя сами уже многие рестораторы, мы доходим до того, что начинаем общаться между собой и что-то искать вместе. Вот вы вчера предлагали как раз приходите в гости, я вас научу работать с информационными системами, которые мы там применяем. Не научу, наверное, поделюсь опытом. У нас, видите, все достаточно в этом плане просто, мы никогда никому ничего не навяливаем, никого не навешиваем. Мнение рестораторы – это ребята с более простым, скажем, подходом, более человечным, потому что она работает с людьми, и мы не имеем права быть какими-то высокими звездами около них. Мы всегда рядом, мы общаемся на «ты» и так далее. Так вот, о чем я хотел сказать. Мы вчера говорили об обратной связи гостей. Для нас это очень раз ключевая штука. Если вы ушли недовольны и сказали, что мне не понравилось невкусно, то вам не понравилось невкусно. И мы, если об этом не узнаем, мы не справимся. У нас в нашем бизнесе это важно от каждого гостя получить обратную связь. И вот вчера была первая попытка нас вообще услышать, обратиться от нас, как от рестораторов, у представителей, не скажу там власти-не власти, но вот Владислав нас собрал, спасибо большое, и были какие-то представители уже до депутатского корпуса, от администрации. Вы нас просто услышите, чем мы занимаемся, и у нас проблемы. Мы создаем каждый день продукт и сервис. У нас работают не 2-3 человека, как в опте. Я работал много где, и могу говорить про строю материалы, про мебель, про предприятия, про производящие хлеб и баранки. Понимаете, вот у нас очень сложная работа. Надо каждый день получить продукты, из них сделать все вкусно и снова доказать гостям, что у вас все круто, офигенно. И при этом должны быть сервис, должно быть качество, и основной идет ручной труд. Как ты автоматизируешь женщину у плиты? Да, поставишь лучшее оборудование, да, пара коммектомат, башготовить в собственном соку, но сковородку никуда не денешь. То есть у нас, как говорили сейчас ребята, составляющая зарплаты, там она доходит до 40%, а еще есть фудкос, мы не говорим об этом, а сколько блюда, со стоимостью своих продуктов сейчас, да, то есть мы, наш бизнес... Вчера как раз речь шла о том, что говядина уже тысяча рублей за килограмм, и попробуй, сведи концы с концами при такой стоимости сырья. Поэтому первое, я хочу просто сказать, что наш сегмент, он большой, он достаточно насыщенный, да, кто-то приходит, уходит, их место освобождается, но это люди немножко неглубокие, потому что, чтобы выжить в ресторанном бизнесе или там в столовых, надо быть очень внимательным к мелочам, очень внимательным к мелочам. Это не с точки зрения знания законодательства, а больше с точки зрения вообще знания процессов и психологии людей. Мы вообще не знаем законодательства. Смотрите, чтобы выжить, мы нацелены на... Хорошо сказал, да. Мы нацелены на результат, мы нацелены на добавочный ценный продукт. Мне вот ваш Меркурий, ЕГИС, они мне ничего не добавляют. У меня гость пришел, а у меня только кассы там могут что-то там проблемы создавать. У меня нет ничего для него ценного. Он говорит, почему бы у меня идет так, почему идет так, я хочу, пожалуйста, получить. И мы должны все это, все эти процессы убрать туда, ну, как бы, как говорится, с фронтального офиса убрать туда, на запасной, да, и там это решать. И там мы сидим в кабинетах, деремся за голову и думаем. Вот нас придумали новое такое правило. Как нам сделать так, чтобы в зале ничего не почувствовали? Мы так же улыбались, все было так же быстро, вкусно и хорошо, но при этом мы понесем еще затраты. И нам каждый год добавляют в нашу шею этих затрат. Вот. Вот я хочу, чтобы это люди поняли, что некоторые пишут в отзывах, да вы обычная столовка, ребята, приходите в гости, всем говорим, у нас экскурсии. Тем, кто пишет такой отзыв, бесплатные экскурсии. Все покажем и расскажем. Сейчас будет отзывов таких много, пожалуйста, Я сегодня же напишу. Я не побоюсь, я заявлю на весь город. Если гость при нас говорит, что ему что-то не понравилось, мы заменим блюдо. Мы вернем ему деньги. Я не буду этого сказать, потому что мы надеемся, что гости идут к нам вкусно поесть, а не поизвращаться в каких-то своих там мозговых штурмах, я не знаю. Пожалуйста, мы делаем все сейчас. Посмотрим на Москву, смотрим на лучший опыт и делаем то, что не делали раньше. Даже мы в столовых и грильбарах сели, поели. И мы не просто столовка. У нас огромное количество людей работает. Каждый день мы делаем, пропускаем несколько тысяч человек через заведение. Каждый день необходимо с утра приготовить все эти полуфабрикаты, потому что у нас нет морозильных камер столовых. Мы не работаем с полуфабрикатами, мы не морозим котлеты, не морозим мясо. Вот с утра в вакууме что поступило, в этот день работается, и вечером мы это продаем в последний час, там, да, счастливый час. И на следующий день потом снова. И представляете, сколько это нужно людей сил. Поэтому я очень рад, что внимание к нам стало появляться. Вчера оно было, ну, наверное, мы, да, немножко ехидно улыбались. Мы пока говорим на разном языке, да, то есть со всеми. То есть мы, можно сказать, рестораторы. Я пока между ними, Владиславом, потому что я в этом бизнесе полгода, да, то есть я управленец, я еще слышу доводы чиновников и... Не забывай про муниципал, про муниципалов. Но пока мы должны, во-первых, любое вообще, чтобы жить вместе, дружно и слаженно, надо говорить на одном языке. Что говорить на одном языке, на нас немножко, как говорит Владислав, оцифровать, понять, кто мы такие, что мы, как делаем и с чем сталкиваемся. Вчера была попытка эти проблемы вытащить. Если я знал, что так пойдет, я бы, наверное, более... Я вчера эмоционально выступал. И больше внутренних процессов, нежели... Да, я думал, чтобы с рестраторами общаться, чтобы было интересно делиться с чем-то таким. Я мог структурированно разложить более глубоко нашу проблематику. По-моему, сегодня тоже. Но я говорю, мы по-другому не работаем. То есть у нас все можно украсить заведение, людей, персонал, там, не знаю, внешний вид, все, нельзя украсить эмоцию. Поэтому мы все работаем с душой, у нас должна оставаться наша эмоция. Я вот такой, я эмоциональный. Прекрасно, прекрасно. Олег, сейчас мы сделаем ровно минутную паузу на рекламу. Без этого мы никак не можем. А потом уже пройдем дальше. Партнер программы «Разворот на бизнес» Кировский завод «Сельмаш». Продолжаем нашу программу. Сегодня у нас «Разворот на бизнес». Очень горячий, я думаю, содержательный разговор идет, эмоциональный, я бы даже сказал. Это здорово, да, Олег? Олег Прохоренко. Всегда эмоция, я думаю, что воспринимается и входит лучше. Если люди слушают нас сегодня, я думаю, что они тоже какую-то дополнительную эмоцию и мысль услышат, узнают, особенно если это предприниматели, работающие в этом сегменте или люди, которые планируют когда-то открыть свою пекарню или небольшое кафе. Ну, я думаю, пекарь и пекарь, все-таки, мне кажется, уже довольно-таки много вот насчет кафе. Пятый Кочетов как раз эмоционально говорил о том, из чего строится его бизнес. Я имею в виду, ну, он коммерческий директор торговой марки «Сели Паэли», что главное – это душа и эмоции, все остальное можно скопировать, а вот этого точно не избыть. Но вопрос, на самом деле, чтобы закрыть тему по контрольной надзорной деятельности, есть ли необходимость обращаться, насколько это действительно проблема обращаться к уполномоченному по защите прав предпринимателей для того, чтобы минимизировать риски при визите к контрольной надзорных органах? Петр. Ну, я думаю, что если такая возможность существует, то каждый может посмотреть на себя и принять такое решение. Мы пока справлялись своими силами в этой работе, но она действительно проходит постоянно, регулярно, постоянно у нас проходят какие-то проверки. Есть те проверки, которые нам никого не надо приглашать, мы всегда готовы к любой проверке нашего качества еды, санитария, гигиена и так далее, и подобное. И эти люди тоже знают, что они у нас придут возьмут не в подготовленных контейнерах где-то там продукты, а прямо с раздачи возьмут любую котлету и проведут. На прошлой неделе у нас был производственный контроль, никаких замечаний к нам с заведением, которые работают под торговой маркой Силипелли, пока не предъявлено. Сколько в месяц к вам приходят представителей государственных органов? Ну, так. Ну, в среднем. Сложно сказать, наверное, ну, наверное, вот так, если разделить по году, то каждый месяц мы с кем-то какие-то проверки проходим. Там, камеральные проверки, там, проверки... Выездные. Выездные. Разные. Вот, проверки. Поэтому я, да, я говорю о том, что мы действительно цели на результат и на ценность добавочную, и на то, что нам вот хотелось бы этого меньше, а больше думать о том, кто выйдет работать, когда выйдет работать, что мы приготовим, где мы это купим. Нам бы, конечно, хотелось помощи, поэтому в целом можно сказать, что, да, если серьезные начинаются проверки и вы к этому не готовы, то обращаться стоит. Вот узкая тема, но она очень важная, важная, особенно для кафе и ресторанов, это тема размещения в первых этажах жилых домов. Все-таки у нас большинство, наверное, учреждений общепита, но за редким исключением во встроенных зданиях и не в офисных зданиях, а в зданиях жилых. И там до сих пор законодательно четко не отрегулированы, я правильно понимаю, да, Владислав? Да, но у нас, если взять современные требования к капитальным зданиям, объектам временного строительства или объектам уличной реализации услуг гостеприимства, предъявляемых предприятием и гостеприимствами органами, в частности, Роспотребнадзора, то такие требования практически в 90% случаев являются невыполнимыми. То есть, в любом случае, вы понимаете, открытие конкретной точки в доме, открытие НТО, это вопрос диалога, это дело... То есть, это не запрещено впрямую? А в чем риски? Ну, вы понимаете, требований очень много, причем, помимо Роспотребнадзора, у нас еще есть МЧС со своими действительно очень сложными требованиями. Это же вопросы безопасности, жизнедеятельности, ну, Роспотребнадзора, тут вопросы, можно сказать, в первую очередь, санитарии, МЧС. Антитеррористические требования сейчас каждый год новые появляются. У нас 17 структур. Тем более, если мы говорим про встроенные помещения, то здесь необходимо еще договариваться с кем? С жильцами. Да, с собственниками. С собственниками жилья. У них могут быть свои требования. Кому-то там пахнет, кому-то не пахнет. Да, кто-то увидел таракана, кто-то увидел таракана. Кому-то коробки мешают в контейнерах. Там же отдельно, то есть надо же ставить отдельно контейнеры, требуется ставить вытяжки, требуется ставить отдельно входы-выходы. Очень много требований. Кому-то мешает то, что машины подъезжают, разгружают товар. Сразу начинают жаловаться. Сейчас беда еще с ТБО, с ТКО. ТКО колоссальная проблема. Что мы все понимаем? Мы понимаем, что в частности требования того же требования Роспотребнадзора, многие требования идут из советских времен, когда были другие технологии работы по хранению продуктов, по переработке продуктов. Но требования-то остались. И сегодня мы все ждем регуляторной гильотины. Звучит красиво, да? Которая объявила медведя. Слово гильотина особенно. С 2020 года у нас будет введен новый кодекс, который будет регулировать всю контрольную и надзорную деятельность единым документом. И при вводе данного нового кодекса должны быть обнулены все предыдущие требования по контрольной и надзорной деятельности. Вот я все-таки вижу в этом больше рисков, потому что сейчас абсурдные 70-х годов правила, но они понятны и они устоявшиеся. Ну просто мы к ним привыкли уже. А сейчас возьмут, их перевернут вниз головой и снова нужно подстраиваться уже под новые правила. Немного не так. То есть сейчас в ходе очередного витка реформы контрольной и надзорной деятельности сами организации, которые осуществляют контрольную и надзорную деятельность, должны обосновать законодателям необходимость тех или иных правил. Соответственно, если их не будет в многом кодексе, они не смогут ссылаться на действующие ранее нормы. Ну, естественно, они тоже будут выполняться. Прозвучала такая цифра, у нас было недавно совещание в Москве, вот как раз по проблеме реформы КНД, и сами законодатели признались в том, что ежедневно формируется порядка 40 новых требований и контрольную и надзорную деятельность. Даже мы не в состоянии провести оценку реагирующего воздействия, потому что в день возникает порядка 40 новых требований. Они рождаются конкретными, отраслыми министерствами, но это очень сложно. Ну, у нас же все так работают. То есть у нас система, к сожалению, не упрощается, усложняется. Это причем только на федеральном уровне? Они стополируются в регионы, у нас практически вся, ну, контрольная и надзорная деятельность в основном делается все-таки федеральными структурами, часть региональными, часть муниципальными. Поэтому мы, конечно, все как манна небесная, извиняюсь за такое понятие, ждем регуляторной деятельности, что наши контрольные и надзорные не смогут оперировать к Санпинам 1939 года. Татьяна, есть что добавить по этой теме? Да, конечно, есть. И по встроенным помещениям тоже. По встроенным, пристроенным помещениям, располагающимся на первых этажах. Вот если все ездите за границу, видите, что во всей Европе на первом этаже расположены булочные, магазины, Знаете почему? Я эту тему изучал. Они стараются сделать так, чтобы город жил не районами, днем в одном месте, ночью в другом в спальном районе, а чтобы город жил днем первыми этажами, вечером верхними этажами. И поэтому очень четко сегментируется, ну, то есть первые этажи везде должны быть какие-то офисы, магазины и так далее, вторые этажи там тоже офисы, и верхние этажи жилье. И это оживляет город круглые сутки. Они делают так, что огни перемещаются из центра. Да, да, из центра в спальный район. И это проще с точки зрения логистики и интереснее с точки зрения туризма. Мы как раз в спальсиде переходим к тому, что у нас сегмент Хорека, помимо того, что это чисто бизнес, он несет у нас очень большое значение, как социально-культурно, составляющим, чтобы людям было приятно там находиться. Так, Владислав, по этому слову гостеприимство мне больше нравится, чем Хорека, потому что это на самом деле индустрия гостеприимства, в том числе, если говорить о том же туризме, на котором мы молимся уже 10 лет, без этого сегмента туризма не будет. А вы подумайте, когда к нам приезжают люди, они что делают? Ну, понятно, сходили в музей, потом они хотят посидеть, да, покушать. В первую очередь идут пробовать кухню. Да, конечно. Дайте ваши национально, что вот у вашей вязки, чем мы, вязким квасом будем поить только в магазине или что? Да, и поэтому вот первые этажи, конечно, чтобы занять предпринимателями, у многих пекарень, кафе есть вопросы, вопросы к размещению, потому что у нас действительно нельзя, у нас встроено-пристроенное помещение обязательно должен быть дебаркадеж для выгрузки продукции, а вытяжка должна быть у нас, выходить на 25 метров выше крыши, если крыша, представьте, 9-12 этажей, какую вытяжку мы должны там поставить, сколько она миллионов будет стоить? И чего она вытянет на такое расстояние? Город труп. То есть вот такие вот требования, они есть. И если действительно, пожалуйста, жильцы дома, то проверки не избежать, и, скорее всего, некоторые заведения закрывались, да, есть у нас такие... Ну, есть такой опыт, да, безусловно. Такие, пышка вот тут закрывалась и так далее, да, как пекарня. Поэтому, ну, другие страны как-то к этому подходят, у них более лояльные, лояльное требование к бизнесу, к общепиту и так далее. То есть общепит выставляют свои столики здесь же, прямо на улице и так далее. Клиенты проходят, покупают, прямо окна открываются, и тут же продаются булочки. Мне кажется, даже делать тут не в лояльности, хотя это тоже важно, и там зарегулирован бизнес. Но изменение правил, когда по 4 или по 40 норм подзаконных актов в день выходит, конечно, приспособиться очень сложно. Бизнесу нужна все-таки стабильность, хотя бы не изменение законодательства подзаконных актов в течение... Ну, правила игры не должны меняться каждый день. Позвольте, добавлю, вот у меня уже кипит просто, да, я так отлично, да. Вот как у профессионального управления, да, мы тут с вами многие обладаем знаниями, мы понимаем, что любое изменение вызывает сопротивление на первом этапе, да, и там говорят, надо делать вовлечение. Я никогда не видел никакого вовлечения, и сейчас мы играем в одну калитку. Одна сторона будет нам придумывать новую гильотину, а слово гильотина нас изначально пугает, и скажет, вот теперь вы играете по таким правилам. А мы, как мы вчера и говорили, мы самостоятельно будем придумывать новые... Способы... Доработать эти системы, перестраивать свои внутренние процессы, документы оборот, принимать новых сотрудников, делать автоматизацию уже того, что есть, снова будем создавать внутреннюю борьбу с этим, ну, то есть не борьбу, подстроение, да, потому что мы все законопослушные, и все, кто вчера были, ребята, это все, ну, лидеры, это кафе, рестораны, которые на слуху, которые делают качественный продукт. Это не было там тех, кто пришел, сегодня открылся там, срубил денег по-легкому и ушел. Так не бывает. Ну, это не та сфера. Минимальные деньги открыть столовую 15-20 миллионов рублей, если ты ее, ну, как бы не можешь там развивать дальше, все, ты потерял эти деньги. Поэтому, я говорю, для нас это опять очередная сложность, это очередная подстройка. Никто никогда не думает о том, как вы будете дальше работать. Вот смотрите, мы все вчера сидели, да, я говорил про автоматизацию, я говорил про то, что мы хотим эти системы, мы это делаем. Мы держим для этого трех программистов, мы держим для этого там профессионального управленца, еще какую-то команду. Сколько денег мы тратим на то, чтобы просто что-то придумать и разработать? И Семен тоже самое говорил. Мы это разрабатываем, 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 разрабатываем под себя, под свои нужды, под свои процессы. Что-то меняется, мы снова разрабатываем. Процесс бесконечный, вложение огромное. Нет даже нормального программного обеспечения, чтобы мы могли работать, сразу было все, и Меркурий, ЕГИС. То есть они между собой неинтегрированы. Системы, что-то списание товаров, продукции, инвентаризации, даже этого нет, даже это нам не могут дать, или разработать даже за деньги. То есть мы это делаем самостоятельно, берем 5-6 программ, мы их интегрируем. Петр, все понятно, все понятно. Но, к сожалению, время нашего первого часа подходит к концу. У нас есть второй час, конечно. Да я с удовольствием бы остался на третий, потому что тема крайне интересная, на самом деле. Спасибо, пока. Перерывчик небольшой. Через 20 минут вернемся.